Идея состояла в том, чтобы сделать институт приближенным к потребителю. Не то, что он был сильно неприближен, но сильно изменилось время. И страна изменилась, и время сильно изменилось. И мы, я лично хотел, чтобы мы получали заказ от учителя. Активно обсуждали самарскую модель, Кемерово в этом направлении двигалась, Санкт-Петербург, конечно же, тоже масса регионов, и Хабаровский край наш любимый, и Якутия, и много-много регионов двигалась в этом направлении. И я когда пришел, я провел такие персональные собеседования с большим количеством людей, спросил их мнение, и у меня не было намерения взять все там шашкой, рубануть, и все в одной части изменится. Я был абсолютно далек от этой мысли, но определенная настойчивость и последовательность, скажем так, была реализована, и был реализован проект этого приближения. Прежде всего, он коснулся механизмов работы. Мы сделали и спроектировали на федеральные средства, на средства модернизации региональных систем образования, вот эту систему муниципального заказа. Мы ее проектировали вместе со школами, вместе с муниципалитетами. У нас было много сопротивления, у нас много муниципальных руководителей, школьных руководителей, ну, ругали нас. Но я через полгода где-то, скажем так, сделал такой контрольный опрос людей, которые весомы в системе образования. Когда попробовали, я спросил, давайте мы назад отыграем, вот вы критикуете много, они сказали, нет, 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 ни в коем случае. Это оказалось и технически удобно, и содержательно удобно. Второе, что мне кажется очень важно с 2007 года, это мы к 2010 году вышли на три строчки финансирования. Правда, это оказалось немножко рискованным делом. Значит, мы обособили работы по образовательным программам от проектов и программ, которые модернизационные, и от науки. Вывели соответствующие расчеты нормативов, сделали, государственное задание подготовили. И единственное, что нам не удалось, это тоже по понятным причинам вступил в действие закон о науке, где он трактует науку как федеральные полномочия. Ну, следовательно, региональный бюджет, он не мог их напрямую финансировать. Нам хотелось, конечно, чтобы была хотя бы какая-то часть таких почти фундаментальных исследований. Поэтому мы исследования завели как предпроектную фазу, так называемое предпроектное изыскание исследования. Из самых ярких у нас было исследование по институтам профессионализации. Хасан, Митрофанов, Универс Чиганова, значит, масса других людей. У нас команда Козырева, Васильева, Наталья. Большая команда проектировала это исследование. Мы провели, с моей точки зрения, до сих пор оно актуально, играет. В нем есть ясные, очень четкие выводы, основанные на большом массиве данных. И мы на нем фактически затем и построили вот эту дифференцировку строчек финансирования государственного задания и в целом программу развития ИПК. Нам, конечно, очень сильно помогало министерство. То есть, ну, понятно, что если бы не учредитель наш, если бы не министерство, мы бы и там десятой доли бы этого сами не сделали. Вот Вячеслав Владимирович лично там вникал это все, рулил со свойственной ему прямотой энергии и так далее. Нам очень сильно, конечно, помогали передовые школы и директора. Наши Красноярские, Осетрово, опять же, Чиганово, значит, Универс, Лобков. Сейчас я, может быть, сходу всех не вспомню, большое количество. И мне кажется, очень важно в этом всем, что мы старались, я, по крайней мере, очень сильно старался, ну, соблюсти преемственность. Вот, знаете, есть такая стратегия лекаря, колдуна и воина. Вот, значит, лекарь, тот, кто все время к прошлому апеллирует и лечит прошлое вечно. Ну, значит, колдун, тот, кто манипулирует будущими разными образом, вот воин, кто пытается связать. Мне кажется, мы как раз старались эту стратегию реализовать, такую стратегию воина, и в том смысле, что у нас всегда здесь, в ректорате, в составе команды и команд и более широкого круга людей, кто обсуждал стратегии. И всегда были, там, и Галина Макарна Вебера, и Степан Петрович, и Галина Сенова-Чужанина и много-много разных других людей хороших. Мне кажется, что вот это вот все вместе помогло реализовать проект. Мне, честно говоря, по-человечески очень не стыдно за то, что я делал. Бывает, вот, знаете, как бывает, что-то сделал, это не дотянуто, это там что-то не отделано. Здесь, мне кажется, очень яркие, и вот я приезжаю уже некоторое время, сюда, и люди, в общем, достаточно хорошо и оптимистично отзываются о том периоде. Павел Крич, вот тут хотелось спросить. Вы пришли в институт со своими установками, со своим педагогическим опытом. А как коллектив института? Откликался, слышал, реагировал на то, что вы пытались сделать? По-разному у нас... Ну, в целом, как? В целом положительно. Потому что у меня тезис был такой, что люди самоопределятся, а я должен делать свою работу. Значит, у нас были и жесткие достаточно ситуации, это нормально, я считаю. Но, скажем так, людей я старался не трогать. То есть люди должны были сами принять решение, с кем они, почему они в эту сторону идут или не идут. Это их вопрос, это не мой вопрос. Мой вопрос, как руководитель, состоял в том, что определить стратегию, распределить финансы, привнести содержание. Но мне кажется, вот это вот удалось именно за счет форматирования, переформатирования деятельности института. И дальше у нас был такой период, седьмой, двенадцатый год, и пока, значит, я был в руководстве института, такой период, когда и модернизационный процесс по России активно пошли, и появилась возможность поддержки. Я явился с другими, а с другими институтами во многом двигались параллельно. Я в этом году был в Санкт-Петербургской академии постдипломного образования у Жилавана, и мы с ним обсуждали, оказалось, что мы во многом двигались параллельно. Вот мне что не удалось, ну почти удалось, точнее, неформально это случилось, а формально это не закупить, а это ассоциацию института в Сибири и Дальнего Востока. Коллеги обнаружили такую потребность. Действительно, институты повышения квалификации, они уникальны тем, что у них нет в регионе с кем сравниться. Поэтому они могут сравниваться только сами с собой, между регионами. Но региональные контексты очень разные. Но, тем не менее, такую площадку нам удалось сделать. Мы сделали пять программ под Российскую академию образования, экспериментальных программ. Была такая совершенно потрясающая сцена, когда я к ученому-секретарю Рау подошел, не буду называть фамилию, говорю, у нас пять программ, пять площадок. Она говорит, нет, нельзя. Я говорю, почему нельзя? У нас все есть, у нас деньги есть, у нас люди есть, у нас энергия есть, у нас все предпосылки есть, сделайте нам пять. Нет, нельзя. Одно учреждение, одна площадка. Я вынужден был через президиум Рау пробивать эту тему нам в порядке абсолютного исключения, благодаря Болотову, Виктору Александровичу, конечно, очень разумному нашему руководителю, пробить такую тему. А значительных все-таки пять было. На каждой программе, соответственно, был руководитель. В каждой программе была центральная идея. И, конечно, в каждой программе были муниципалитеты и школы. Вот, например, по естественному и математическому образованию программ по качеству, у нас было 97 школ. Да, они участвовали по принципу спасения утопающих, делая рук самих утопающих. Мы разрабатывали вместе с ними проекты. И были очень заметные результаты, быстрые достаточно результаты. Ну, и когда мне сейчас говорят, что вот, там все плохо, денег нет, там мало, никаких там особых денег не нужно. Важно, чтобы с людьми о качестве говорить и принимать какие-то трезвые меры. А возвращаясь к результатам, мне кажется, вот да, такой факт есть очень интересный. И, конечно, за эти пять лет значительное количество средств федеральных было привлечено к развитию института. И мы за счет этих средств сделали и корпус на Цемлянской. Ольга Николаевна Никитина, и Башев, и Анохин, Наталья Викторовна, и Маковская, и Станова, вместе мы там принимали решение об этом корпусе. Он тоже такое не сильно простое решение было. Слава богу, приняли. Значит, я видел, там вы хорошо все доделаете, мне очень нравится. Там жизнь своя началась, там люди работают, это очень здорово. Но факт в чем состоит? Вот в 2007 году было 6 тысяч слушателей. Это так называемый среднепроведенный контингент. То есть если пересчитать всех на 72 часа, все маленькие, большие курсы, то было 6 тысяч по 72 часам. В 2012 у нас уже было 13 тысяч. При том же самом бюджете. Ну понятно, что за счет программы развития многое произошло, за счет изменения инструментов. Но вот этот скачок, он, конечно, очень серьезный. Это все по бухгалтерии, все это там проходит. Мне часто говорят, что тебе премию дали, я говорю, нет, даже не вспомнили по этому поводу. Наверное, мы не доставили. Не показываете перевыполнение. Да. Так это возможно. Ну да. Но мне самому было интересно и люди, и проект сам реализовать. Конечно, прежде всего это ректорат. Это люди, на которых основная нагрузка ложится, административная нагрузка, ответственность. Мы с Степаном Петровичем достаточно долго обсуждали вот такую стратегию, связанную с кадрами. Я убедился, что люди работоспособные, надежные в целом, поддерживают замыслы перемен. И, я говорю еще раз, за пять лет очень многое удалось. Вот институт, он же напрямую взаимодействует с муниципалитетами, с руководителями муниципалитетов про образование. Да. Что-то можете, то есть проект распространялся на территории? Да, мы обсуждали активно программы, по которым мы ввели научно-методическое, точнее сказать, руководство с Шушинским районом. Это у нас был довольно-таки большой трехлетний практический проект вместе с Владимиром Николаевичем Шифриным и вместе с Керзиком Анатолием Георгиевичем. Мы обсуждали в целом развитие человеческого потенциала на территории района. Мне кажется, мы немножко крутовато замахнулись, то есть, ну, в качестве рамки это годилось, а в качестве рабочей версии я бы сейчас, например, что-то другое предлагал. Вот. Но Шушинский район у нас всегда отличался такой передовитостью и активно очень шел и идет, я знаю, на сотрудничество. Это Норильск. Мы активно реализовывали вместе с муниципалитетом проект «Учимся в актировке». Мне кажется, до сих пор это очень важная и серьезная идея для Норильска. Я последние два года не знаю, я не спрашивал, как там стоят дела вот в этой части, но я думаю, что какую-то часть проекта они все равно вынуждены будет реализовать. Мы активно с очень испановым. Канск сотрудничали по повышению качества естественно математического образования, по массе других вопросов. Там сопряженный проект с «Салютом» был. Значит, мы активно работали с Железногорском. Мы пробовали сделать проект по старшей школе, чтобы как для большого города сделать школу ступеней обучения, значит, с Медведевым, и с Фомаидией, и с управлением образованием обсуждали. Значит, в целом проект не удался, но такие значительные его элементы, связанные с индивидуализацией учебных планов старшеклассников, конечно, были реализованы. Но он не удался в честь материально-технической базы. Мы активно сотрудничали и с краевыми школами, то есть, я имею в виду, школа космонавтики. И, значит, мы активно работали с Балахтинским районом, с главой. У них совершенно замечательная система образования, очень интересная глава, который сделал такой муниципальный центр для детей со специальной судьбой, скажем так. И, например, с ними мы вместе с Дианой Валентиной Ивановной обсуждали системы помощи детям с ограничениями возможностями. Они, например, сделали систему муниципального подвоза специалистов для ранней помощи детям, то есть детям раннего возраста помогали специалисты. Мы с ними вместе сделали некоторую конструкцию, монтаж школьные службы помощи детям с ОВЗ. Это и помощники, и учителей, и нормативы финансирования, и много-много чего такого очень полезного. И диагностику они нам показывали, развиваются очень хорошие, интересные. Со многими районами мы сотрудничаем. Я уверена, что Вы тоже про это думали, и мы сильно про это рассуждаем. Какими должны быть ПК? Может быть, как бы будущее такое, может быть, форсает какой-то бросок, или другой Ваш проект, второй какой бы был, с чем-то был связан? Ну, в одну и ту же реку дважды не заходят, как обычно. Будущее ИПК, ну, во-первых, нужно сказать, что это уникальная система для мира. Я много слышал критики в адрес институтов. Давно, долго, мощные критики, массы заходов на то, чтобы эту систему трансформировать и даже разрушить. Не буду называть регионы, они пошли на эти шаги. И я все время делал такую развернутую публикацию в учительской газете, высказал позицию свою, с моей точки зрения, превращение институтов в менеджерские центры. То есть, как бы, система распределения, скажем так, заказа – это неверный шаг, это неверная стратегия, потому что она сразу же приводит к утере кадрового потенциала, к утрате. Это достаточно легко сделать, это действительно несложно. Кстати, система муниципального заказа, я и говорил в министерстве в Краевом, что она с легкостью решает эти задачи, ничего там сложного, нет, техническая задача. Посадить три девочки на телефон, сдать эту информационную систему, и все будет решено. Но вопрос не в этом, а вопрос в том, какие школы методические, научно-методические школы сохраняются. Каковы источники содержания и педагогического знания, ну, и психолого-педагогического знания? Вот это очень, ну, такой дорогой ресурс, да, разбазаривать его можно достаточно быстро. Эти люди и в то время, и сейчас, они пользуются спросом, они ценны, и они, как бы, пользуются разными операторами. То есть, известно, что хорошие преподаватели, они работают и в сибирском федеральном, и в педагогическом, и у нас одновременно. То есть, это известно. Я, например, лично это приветствовал. Ну, до определенных границ, конечно, но очень приветствовал, потому что в людей диапазон появляется, у них опыт больше, ну, и масса всего. Создавали условия вне бюджетные, старались создать как можно более благоприятные. Но вот потерять это легко, то есть другие хорошие кадры сразу заберут другие институты. Поэтому я бы не разрушал. Я бы двигался в направлении развития школ, научно-методических, пользуешься спросом у учителей и у школ самих. Значит, второе, второй принципиальный пункт, это вот система повышения квалификации, она кому нужна, по большому счету? Она нужна работодателю только. Она нужна директору. И трудовой кодекс, и закон образования, они все говорят о том, что это центральная фигура, которая определяет содержание, повышение квалификации. Я бы двигался в сторону изучения того, как меняется современная школа и что ей нужно сегодня. Какие новые программы, какие новые предложения. И в этом отношении, кстати, если наш преподаватель не сильно соответствует этому, то это им вопрос. Но если вы такие все из себя заслуженные, то почему вам, ну, вы никому не интересны. Это очень серьезный вопрос. Это наша специфика, кстати. Если в университете можно курс один тот же читать долгие годы, не меняя, то у нас нужно все быстро менять. Отсюда, кстати, есть известная другая структура нагрузки. Да, вот мы это тоже обсуждали долго, но вот она исторически, мне кажется, Степан Петрович, уверен, в свое время правильное решение принял по этому поводу, по структуре нагрузки. Вот ей нужно, мне кажется, тоже активно пользоваться. Третье направление, чтобы я выделил, это, конечно, проекты и программы. С моей точки зрения, нужно активнее вести диалог с учредителем по разработке и комплексной поддержке изменений в системе образования, в детских садах и в школах. На федеральном уровне задачи соответствующие артикулированы и по дошкольному образованию, и по начальному, и по основному, и по среднему образованию, по всему общему образованию. У нас активно развиваются вопросы, связанные с профессиональным стандартам педагога, мы обсуждаем изменения в порядок аттестации педагогических кадров соответствующих, мы обсуждаем отраслевую рамку квалификации, педагогические квалификации. А по школе в целом и по дошкольной ступени это места в детских садах, но они должны быть не пустые, не просто сидящие какие-то места, а это должны быть, конечно же, полноценные предметно-пространственные среды, должна быть поддержка экспертная, экспертиза этих сред, развитие ребенка. По начальной школе у нас в целом ситуация, конечно, лучше, чем по другим ступеням. У нас в ГОС как бы завершился, нам важно подвести итоги и понять, каков следующий шаг началки. Подростковая школа только начинается, и здесь тоже масса кадровых вопросов и масса вопросов не кадровых, то есть вопросов, которые связаны с проектированием учебных планов для подростков, с проектированием условий развития подростков, с изменением компетенций учительских, управленческих компетенций, изменения предметно-пространственных сред и решений тоже. Но вот чего стоит то, что мы в университете, достаточно давно уже это все смотрели, очень ярко я это видел еще в Осетровой, так называемая вертушка для подростков, когда они просто пробуют, вот пятиклассники, там, шестиклассники, по кругу какие-то новые активности, новые проекты, представления. Это, конечно, колоссальное значение имеет для развития подростков, но конфигурация учебных планов на сегодняшний день такая, что она не позволяет таких активностей. Ну и старшая школа не за горами. Ну а есть ли такой отвязный форсайт, когда вот говорят там, мир без школ, да, и когда дети там в виртуальное пространство, самообразование там и так далее, тогда что с института? Ну это не отвязный форсайт, это форсайт, скажем так, не совсем обоснованный. Форсайт мало учитывающий человеческий фактор. Сеть — это важно. Я читал прогноз технического директора Google про роботизированные продолжения, органы разные, про напечатанные на 3D мозги и прочие такие интересные штуки, но все-таки не учитываются этические и, собственно, человеческие факторы не сильно учитываются. Если себе представить мир без школ в традиционном смысле этого слова, то, конечно, да, необходимо, чтобы мы могли находить решение, освобождающее детские активности, позитивные детские активности. У нас уже есть масса таких решений. У нас и 273-й закон образования предусмотрел и сетевые формы реализации образовательных программ, и электронное обучение, обучение дистанционных образовательных технологий. Сами все нормативные направления уже есть. И в этом смысле, мне кажется, следующий шаг проектирования связан с реализацией и с содержанием таких программ, и с пониманием их эффекта. То есть если ребенок все время в сети, то понятно, что это нехорошо. Но без сети масса вещей уже не происходит. Это явный тренд, это явная цивилизационная тенденция. Мы явно туда движемся, просто очевидно совершенно. И в этом отношении я бы не говорил про мир без школ. Я бы говорил про мир с новой школой. С новыми инструментами школьными и со школами, которые именно позволяют освободить, артикулировать, амплифицировать, как говорят психологи детские активности. Продолжение следует...